Спонсор программы «Солнечное утро» – торгово-развлекательный центр «Аллея». Утро добрым не бывает? Как вы не правы. Юлия Бель на связи, и я гарантирую, это утро будет великолепным. А знаете почему? Потому что сегодня первая зеркальная дата года – 24 января. Она обещает отражать только лучшее. Поехали! Не пропустите сенсацию. Расскажем о самых обсуждаемых новостях с просторов интернета. Круговороты елок в природе в Сахаринском зоопарке объяснят, почему животным нравятся новогодние деревья. Модный аксессуар или необходимость? Эксперты разберутся, как выбрать и носить перчатки. Продуктивность на максимум. Узнаем, как начать рабочий день так, чтобы успеть больше. 24 января наши предки отмечали день Федосея и Весняка. И по погоде гадали, какой будет весна. Если было тепло, то ранний и дождливый. Сильная отепель сулила затяжной переход от зимы к лету. Стужа – поздний и трудный посев хлеба. С чем еще связана сегодняшняя дата, узнаем, перевернув страницу народного календаря. 24 января в мире отмечают Международный день образования. Дату в календаре закрепила ООН в 2018 году. Инициатива поступила от делегации из Нигерии. Она отметила необходимость доступного и качественного образования. По данным статистики, в мире 258 миллионов детей и подростков не посещают школы. 617 миллионов не умеют читать и считать. Также в мире сегодня празднуют День Эскимо. История сливочного мороженого, покрытого шоколадной глазурью, насчитывает и несколько тысячелетий. Но официально запатентовали его в 1922 году. Сделал это американский предприниматель Христиан Нельсон. Лакомство мужчина назвал «эскимо пай», что в переводе означает «пирожок эскимоса». 24 января на Руси ходили в баню. Паром древние славяне выгоняли хворь и болезни. Молодые девушки и женщины не стригли волосы. Бытовало поверье, что таким нехитрым действием можно укоротить свою жизнь. По поведению домашних питомцев наши предки определяли благополучие их хозяина. К примеру, если животное заболело, значит, человека ждут несчастья. Овнам, тельцам и девам звезды советуют прислушаться к интуиции. Вполне возможно, что ваши желания навязаны кем-то со стороны. Близнецам, ракам и рыбам не помешает помощь близких. Стесняться этого не стоит. Львам, весам и скорпионам необходимо ограничить финансовые траты. Средства вам понадобятся в будущем. Стрельцам, козерогам и водолеям лучше сконцентрировать внимание на одной задаче. И не тратить энергию впустую. Ежедневно мои коллеги делятся с вами самыми интересными историями и новостями со всего мира. Для этого они перерывают кучу информации в социальных сетях и мессенджерах. Что корреспонденты нашли сегодня, узнаем прямо сейчас. В немецком Лейпциге упал астероид. Яркую вспышку в ночном небе засняли местные жители. Первым небесное тело обнаружил венгерский астроном Кристиан Царненский. С его слов, диаметр астероида примерно метр. Из-за небольшого размера он сгорел при входе в атмосферу Земли. В Швейцарии нашли идеально сохранившуюся металлическую перчатку. По данным археологов, она принадлежит XIV веку. Артефакт обнаружили при раскопках средневекового подвала возле замка Кибург. Перчатка состоит из отдельных железных пластин. Они скреплены в виде чешуи. Ни одна из прежних подобных доходок не сохранилась так хорошо. В Саратове мужчина отдохнул в снежном озере. Огромная лужа образовалась посреди улицы жилого района. Горожане винят в этом переменчивую погоду и несвоевременную работу коммунальщиков. Герой видеоролика надел плавки, взял розовый надувной круг, зонт и поплавал в стихийном водоеме. В зоопарке Ялты появились на свет два медвежонка. Вес каждого новорожденного не превышает 300 граммов. По словам зоологов, это нормальный показатель. Малыши останутся с мамой медведицы на два месяца. Она самостоятельно будет их кормить и воспитывать. Затем косолапых выведут в вольер и покажут людям. Сахалинский зооботанический парк получил сотню нераспроданных новогодних елей от агентства лесного и охотничьего хозяйства. Вскоре в учреждение привезут еще три сотни деревьев. Таким образом, даже после праздников зеленые красавицы принесут пользу. А у животных появятся новые развлечения. Какие именно, расскажем далее. Обкусанное и облезлое – значит хорошее. По крайней мере, по мнению оленей. Специалисты зоопарка рассказывают, что в зимний период ель особенно богата витамином С, калием и железом. Все это отлично сказывается на иммунитете. Закусывают парнокопытные только крайними частями веток. Все то же самое происходит и в дикой природе. Ель, вообще хвойные деревья по сезону – это обогащение среды. В первую очередь, животные, когда им расставляют деревья по вольеру и фиксируют их, в первую очередь, они их обнюхивают, они мордами трутся о ветке. Те, у кого есть рога, они трутся рогами о ветке. Они оставляют свой запах на деревьях, а на себе оставляют запах деревьев. То есть они, так скажем, и себя занимают, не просто ходят по вольеру. Первая партия в 90 штук разошлась лишь по нескольким вольерам. Елки стараются разместить в нетронутом виде, так они дольше простоят. Специалисты рассказывают, хищники используют ель для игры или заточки когтей. Птицы сооружают из веток укрытия. Когда-то давно пытались нам посетители подарить елочки, которые отстояли у них новогодние праздники. Такие ели мы категорически не принимаем, потому что на них как раз-таки возможные народные тела, остатки какой-то мишуры, фольги там. И эти елки долго не стоят, потому что они уже побывали в тепле. Поэтому посетителей мы не принимаем, принимаем только от агентства лесного и охотничьего хозяйства. Елки также попали к тропическим животным и птицам. Дерево не свойственно для их естественной среды обитания, но от этого интереса к нему не меньше. Такой контакт для животных безвреден, отмечают специалисты. Без подарков останутся только рептилии. Разрезанные ветки с липкой смолой могут осложнить жизнь маленьких животных. До конца зимы посетители зоопарка смогут увидеть, как тропические обезьяны играют с нетипичной для них елкой. Картины необычные. Приматы лазают по веткам, играют с иголками и пробуют дерево на вкус. Кстати, для них это совершенно не вредно. При таком знакомстве с хвоей они получают полезные витамины и аминокислоты. Вскоре в зоопарк привезут еще несколько сотен деревьев. Их установят практически всем. Останется даже на замену. Объема хватит до начала весны. Чувствуете холодок на кончиках пальцев? Тогда следующая рубрика для вас. Сегодня визажист Лариса Вишнякова и ее гости подарят горячие советы, как выбрать идеальные перчатки и выглядеть сногсшибательно даже в самый морозный день. Доброе утро! С вами Вишнякова Лора. И сегодня мы поговорим об очень интересной теме. Но сперва познакомлю вас со стилистом аксессуаров Оксаной Дорошенко. Оксана, доброе утро! Доброе утро! Все мы хотим, чтобы наша кожа рук оставалась надолгой, красивой и ухоженной. Как это сделать? Конечно же, нам нужны перчатки. А как правильно выбрать по размеру перчатки, нам расскажет Оксана. Оксана, поделись. Во-первых, чтобы выбрать правильные перчатки, чтобы она красиво сидела на руке и согревала, необходимо знать свой размер. Если вы не знаете свой размер, я расскажу, как это легко сделать. Нам понадобится сантиметр и ладошка. Давай твои правые. Поближе к косточкам мы плотненько примеряем сантиметр. Можно немножко присогнуть ладошку, прямо где косточки, в самом широком месте. Давай я поправлю и смотрим, какой у нас получается размер в сантиметрах. Это 19,19,2 получилось. Производители европейские чаще всего используют размерную сетку в дюймах. То есть на вот этой стороне, внутренней стороны перчатки, указан размер 7,5. То есть они начинаются от шестерки и заканчиваются размером 8,5. У нас получилось 19,2. Нам нужен калькулятор. Давай посчитаем. Мы набираем 19,2. 19,2. То есть мы сантиметры переводим в дюймы, чтобы узнать размер, который указан у произведения на перчатке. Делим на 2,54. Делим на 2,54. У нас получается 7,55. То есть у нас получается больше. Мы должны округлить в меньшую сторону. Для чего это нужно? Для того, чтобы перчатка максимально удобна и плотно прилегала. Она в дальнейшем немножко растянется и будет по руке. Здесь как раз был 7,5. Лура, ты умеешь правильно надевать перчатку? Ну, надеюсь, я правильно это делаю. Давай посмотрим, как ты это делаешь. Да, она надеялась, потому что она комфортна по размеру, но все же есть небольшие ошибки. Давай я покажу. Для начала нужно отвернуть манжетку. Затем опустить 4 пальца и пятый. И подтягиваем мы перчатку за боковые стороны. Раскрываем манжетку и с внутренней лицевой стороны подтягиваем пальчики, чтобы они заполнили всю длину. Когда вы подбираете размер перчатки, лучше подсогнуть руку. Это должно делаться комфортно, удобно. Тогда она будет вам по размеру. Ну все, теперь я правильно могу надеть перчатку. Как мы их снимаем? Показываю тоже сразу. Но ты делаешь это правильно. За пальчики стягиваем аккуратненько. И выпускаем всю ладонь. Спасибо, Оксана. Супер. Я правда не знала, как правильно измерить. Я обычно примерками это все. Ну а если онлайн, например, заказ, то, конечно, такой способ пригодится. Да, поэтому нужно максимально точно измерить свою руку. Можно еще у производителя уточнить длину пальцев, потому что перчатки отшиваются по разной длине пальцев. Даже с учетом накатков. И тогда уже подбирать. Что касается онлайн-заказов, у производителя есть сетка, где указывается длина в сантиметрах и напротив длина в дюймах. Оксана, а вот скажи, пожалуйста, когда, например, у нас в холодное время года, у нас подкладка шерсть, да, она более плотнее, а осень, весна, то мы можем взять шелк. То в таком варианте меняется ли размер или нет? Размер не меняется. Производитель считает абсолютно точный размер с учетом и теплой подкладки, и более тонкой подкладки. Но есть один момент. Если перчатка не имеет подкладки, либо имеет такую тонкую подкладку, тогда она должна очень плотно облегать руку, поскольку она в дальнейшем в носке примет форму руки, немножко растянется. Если мы выбираем перчатку на более прохладное время года, для зимы, и у нас будет внутри подкладка из шерсти, либо из тонкого меха, тогда допустимо подбирать перчатку, чтобы она на руке была более свободна. Спасибо, Оксана, за твои прекрасные советы. Я думаю, что нашим телезрительницам они пригодятся. А если у вас остались вопросы, вы можете подписаться на телеграм-канал, а также на все доступные соцсети. С вами была Вишнякова Лора. Всем хорошего настроения. Пока. До свидания. Вы смотрите программу «Солнечное утро». Я Юля Бель, и мы продолжаем. На очереди у нас рубрика «Поймите правильно». Василиса Долгушина раскроет секрет яркого фразеологизма, чтобы бросить вызов обыденности речи. Величайшее богатство народа – его язык. Тысячелетиями накапливаются и вечно живут в слове несметные сокровища человеческой мысли и опыта. Так сказал советский писатель Михаил Шолохов. Пополним свою речь очередным фразеологизмом. Эзопов язык. Речь, наполненная двусмысленными выражениями и намеками. Происхождение этого выражения связано с древнегреческим баснописцем Эзопом, который жил в VI веке до н.э. Известно, что он был рабом аристократа Ксанфа. Эзоп не мог прямо высказывать свои мысли, поэтому прибегал к аллегориям. Например, говоря о животных, на самом деле он высмеивал глупость, жадность и другие пороки людей. Употребляйте это выражение правильно и к месту. Ведь, как сказал британский политик Дэвид Ллойд Джордж, наилучшее красноречие – то, которое подвигает на дела, наихудшее – которое тормозит их. Если каждый ваш день начинается с мечты о дополнительных часах в сутках, у нас для вас хорошие новости. Сегодня мы поделимся секретами, как начать день так, чтобы ваша продуктивность взлетела до небес. Берите на вооружение. Ученые уверены, небольшая зарядка и завтрак – именно то, что поможет организму перейти в активный режим. Исследования показывают 10 минут ходьбы и обеспечивают больше прилив энергии, чем чашка кофе. Для завтрака стоит выбирать продукты, содержащие витамины. Например, бутерброды заменить творогом с фруктами. Паркур! 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 Майкл! Паркур! Экстрим! Паркур! Паркур! Провести день продуктивно поможет планирование составить список задач можно как вечером, так и с утра перед работой. В графике выделить приоритетные вопросы, дополнительные и время на отдых. Оно должно составлять не менее 20% в расписании. Тогда вы сможете использовать сэкономленные минуты и часы в случае форс-мажора. Некоторые сачкуют, пока мы тут надрываемся. Ты что, бездельником меня называешь? Вы чего по рации не отвечали? Или на телефон? Да тут дурдом был! Я первый раз за день присел. Канадский бизнес-тренер Брайан Трейси предлагает утром съедать лягушку. Не в буквальном смысле. Этот метод предполагает делать самую сложную работу в первой половине дня. Утром мозг меньше нагружен информацией, поэтому справиться со сложной задачей легче. А другие на ее фоне покажутся пустяковыми. Продвинуться в эффективности поможет метод фиксированного времени, к нему относят все варианты работы с таймером или часами. К примеру, на одну задачу у вас отведено не больше 20 минут. Привыкнув работать по таймеру, вы также будете знать цену своему времени, натренируйте силу воли и предотвратите выгорание. Клинический психолог Майкл Бреус выделил 4 хронотипа. Они показывают, что у каждого человека свое идеальное время пробуждения, пик продуктивности и режим сна. Медведям комфортно вставать в 7 утра. Наиболее активны они в период с 11 до 18 часов дня. Львы обычно просыпаются очень рано – в 5-6 утра и без будильника. Им лучше работать с 10 до 17 часов дня. Волки встают очень тяжело и поздно, однако легко и эффективно работают вплоть до ночи. Дельфины – люди с беспокойным режимом. Они спят в любое удобное время. Пик их продуктивности с 10 до 18 часов вечера. Выбирайте и пользуйтесь. Лучшая зарядка не та, что в телефоне, а та, что для вашего тела. Екатерина Баландина уже готова наполнить ваше утро энергией и хорошим настроением. Сделаем этот день бодрым. Доброе утро! Немного силы, стабильности и гибкости добавим в это утро. Вам понадобится до тренировки только ваше тело и максимум фитнес-коврик. Выходим в позицию четырехугольника. Ладони ставим под плечи, колени находятся у нас под тазом. Макушкой тянемся вперед, копчиком тянемся назад. Вытолкнем свой грудной отдел вверх и дадим нашим лопаткам стабильность и плечевым суставам в том числе. Представьте, что под вашими подмышками находятся два теннисных мяча, то есть пространство между плечевой костью и грудным отделом должно оставаться. Локтями слегка потянитесь в сторону и немножечко диагонально назад. Погрузите подушки пальцев в пол, лобковой костью потянитесь к носу. Подогните пальцы и дайте опоры в подушки пальцев ног. Делаем глубокий вдох и с выдохом слегка приподнимаем колени над полом. Не теряем позицию головы, грудного отдела и таза. На выдохе вы начинаете ладонями выталкивать коврик вперед, уводя таз вверх, разгибаясь в коленных суставах, пятками тянемся вниз к полу и выходим в inverted V или в позицию собака мордой вниз. Что важно в этой позиции? Чтобы ваша голова находилась четко между руками. Не проваливайтесь грудным отделом слишком сильно вниз, разрывайте ладонями коврик на две части, расширяйтесь в ключицах и плечах. Постарайтесь пятками дотянуться до пола и на выдохе, сгибая колени и тазобедренные суставы, возвращаемся в позицию четырехугольника, колени не касаются пола. Обращайте внимание на позицию поясницы, не теряйте нейтраль. То есть не проваливайте таз вперед, все время удлиняйтесь от макушки до копчика. Это как раз сила, стабильность и гибкость практически в одном упражнении. Снова вдох. С выдохом толкаем ладонями коврик вперед, уводим таз вверх-назад. И здесь важно обратить внимание на позицию моей поясницы. То есть я не переразгибаюсь в пояснице, я держу ее все время в нейтрале. И удлиняюсь за копчиком вверх, выталкивая коврик от себя. Остаюсь в этой позиции. И чтобы дать больше эластичности моей задней поверхности бедра, я начинаю перешагивать с одной стопы на другую. Тем самым удлиняю икроножную мышцу, заднюю поверхность бедра, то на правой, то на левой ноге. Снова тянусь двумя пятками к полу, разрываю ладонями коврик пополам, сгибаю колени и возвращаюсь в нейтральную позицию. Сейчас мы немножечко с вами усложним вариант этого упражнения. Ладони остаются также под плечами, колени пока под тазом. Подгибаем пальцы ног, делаем глубокий вдох. С выдохом отрываем колени от пола, разрывая коврик на две части. Одной ногой тянемся назад, второй ногой назад. И мы выходим в позицию планки. Здесь затылок, лопатки, таз, икры и пятки у нас находятся на одной линии. Лобковой костью тянемся к носу. Выталкиваем грудной отдел вверх. То есть не проваливайтесь на своих руках. И на выдохе, сгибаясь только в тазобедренных суставах, выталкивая коврик от себя, мы выходим также в инвертед ве. Здесь натяжение по задней поверхности у нас увеличится, так как расстояние от ладоней до стоп стало больше. И мы начинаем потихонечку также перешагивать то на дно, то на другую ногу 5-6 раз. И затем возвращаемся в позицию планки. И здесь тренируем силу и стабильность. Еще раз. Выдох. Вытолкнули таз вверх, согнулись в тазобедренных суставах. Сделали несколько перешагиваний, не теряя нейтрали в позвоночнике. И вернулись вновь в позицию планки. Опустите колени на пол, потянитесь тазом назад, а ладонями вперед. Удлинитесь от макушки до копчика и растяните мышцы по латеральной поверхности рук. Прекрасно. И еще одна прогрессия из позиции четырехугольника и инвертед ве. Снова выходим в позицию ладони под тазом. Прошу прощения, ладони под плечами, колени под тазом. Стопы подогнули, так же, как и в предыдущей версии. Сделали вдох, с выдохом слегка приподняли колени. Увели на выдохе таз назад вверх. Переносим сейчас опору в одну из стоп. Вторую ногу сгибаем в колени и уводим вверх. Здесь хорошо растягивается задняя поверхность бедра. Затем ногу сгибаем и ставим на пол. Разрываем по-прежнему коврик на две части, не теряя нейтраль в поясничном отделе. И то же самое повторяем на другую ногу. Согнули ногу в колени, вытянули вверх и вернули ногу в исходную позицию. Затем опустили колени на пол. Вот такой небольшой комплекс, практически состоящий из двух упражнений, поможет потренировать вам и силу, улучшить гибкость, мобильность, ну и практически здесь включаются в работу все группы мышц. Я желаю вам хорошего дня и будьте здоровы. Пока-пока. Наш утренний марафон подходит к финишу. Надеюсь, мы смогли зарядить вас позитивом на весь день, как и обещали в начале. Улыбайтесь шире, ведь солнечное утро всегда с вами. Встречаемся завтра. Не пропустите. В студии была Юлия Бель. Удачи! Новый, современный торгово-развлекательный центр «Аллея». Вас ждут лучшие магазины. М-Видео, Детский мир, Симост. Бренды одежды «Левайс», «Лайм», «Бифри», «Зарина» и многие другие. Крупнейший на Сахалине гастромаркет «Арбат», где вы можете купить свежие фермерские продукты, а также посетить более 30 кафе и ресторанов с кухней различных стран мира. Ждем вас ежедневно по адресу улица Фархуддинова, 3. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова